Приветствую вас. Давайте разберем ваши вопросы. У меня есть девушка, мы с ней общаемся, мы с ней вместе уже пять лет. Но в последнее время она стала сама не своя, она стала морсной, грустной, потеряла полностью интерес ко всему, постоянно апатия. Я всегда ее поддерживал, утешал, но на днях она заявила мне, что возможно она меня не любит, она запуталась и вообще не знает, хочет ли быть со мной дальше. Я подозреваю, что у нее депрессия, из-за определенных обстоятельств в международных городах, после всех ее слов мы договорились съехаться обсудить все, что происходит, а пока она решила не общаться, чтобы обдумать все, что произошло и происходит. Встреча состоит только через три недели и вот я не знаю, как мне быть и что делать. Подскажите, что мне делать в этой ситуации, Алексей. Первое, с чего следует начать, это то, как ситуацию восприняли лично вы. То есть, какие чувства вызвало у вас эта ситуация? Если вы сейчас, образно говоря, привожитесь, если вы сейчас, образно говоря, переживаете, волнуетесь, волнуетесь, беспокоитесь и так далее, да? То, наверное, это больше вопрос к вам, да? То есть, это больше вот именно вопрос к вам, откуда такие чувства возникли, да? Вот. И до тех пор, до тех пор, пока вы не разберетесь в том, что вы чувствуете и в том, как вами воспринята вот эта ситуация, да? Ну, я думаю, что делать ничего не нужно, потому что, ну, по факту, да? Да. Вы можете только, только, только навредить, только делать хуже. Дальше, следующий момент, вы спрашиваете, что делать, да? Я должен у вас спросить соответствующим образом, что делать, чтобы что, да? Что вы хотите в итоге, к чему хотите прийти, образно говоря, да? От этого зависит, собственно, стратегия поведения. Ну, условно говоря, если вы хотите быть, там, допустим, ну, если вы хотите отношения гармонизировать, к примеру. Вот. Вот. Это один момент. Вот. Если вы хотите, там, в себе разобраться, ну, условно, вот, это немножко другой момент. Вот. Вот. Что есть? Тут вот. Наверное, нужно, в первую очередь, оно определиться вам, с тем, чего вы хотите, и уже дальше двигаться, в этом направлении. Следующий момент. Откуда у вас информация, что у девушки депрессия? То есть, у нее есть диагноз или что? Вот. Если у нее, правда, такой диагноз присутствует, то, ну, то, что происходит, к сожалению, более чем реально. То, что происходит, это нормально, потому что люди, находящиеся в депрессии, я сейчас не буду углубляться в эту тему, но люди, находящиеся в депрессии, примерно так себя ведут. Да? То есть, им достаточно трудно выносить давление на себя, людям достаточно тяжело выносить давление на себя, людям достаточно нелегко ощущать, что, там, условно, есть еще один человек, да? А депрессивные люди, они, как правило, достаточно слабые, но в плане того, что у них мало сил психологических, как психологических, так и физических, так и физических. Вот. И отношение, это то, что, как бы, становится слишком запратным, энерго, слишком энергозапратным. Вот. И, значит, стараются люди избавиться от такого рода отношений, ну, просто потому что тяжело. Соответственно, если всё, правда, депрессия, то вам, ну, не следует, наверное, на неё давить, да? Как бы, как минимум, не стоит на неё давить. А, как максимум, эээ, наверное, даже, эээ, стоит дать ей побольше свободы, чтобы она почувствовала себя свободнее, чтобы не ощущала давление. Учащение и, вот, эээ, то, что, ну, то, что вы пишете, да, вот, что, эээ, я её всегда поддерживал и учащал. В случае, если у человека депрессия, ну, не очень хорошая позиция, там, потому что, эээ, это, опять же, вызывает ощущение долга у человека. То есть, ощущение, что, эээ, что я должна, ощущение, что, вот, для меня, для меня что-то делает, и я должна, и всё это подавляет. Вот. А, следующее, на что я хочу обратить внимание, да, то, что вы находя, ээ, находясь в отношениях с ней, вероятно, не факт, но вероятно, вы находитесь в треугольнике Карпмана. Эээ, я рекомендую вам, эээ, самостоятельно его изучить, эээ, вот, изучить треугольник Карпмана. Для того, чтобы понимать, эээ, что именно с вами происходит, происходит. Следующее, на что я хочу обратить ваше внимание, следующий момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Эээ, неоднократно, вы повторяете, эээ, что происходит, что произошло, и так далее. Но, что именно произошло, вы не описываете. Вы говорите, что она вам заявила, что, возможно, не любит, не знает, хочет быть с вами. Это да. Далее вы пишите, из-за определенных обстоятельств мы не можем, эээ, быть вместе, не можем встречаться. Сейчас. Не эти ли обстоятельства, эээ, привели, там, условно говоря, ээээ, ее к тому, чтобы, вот, от вас сдались, например. Понимаете? Что это за обстоятельства вы, что же не раскрываете? А, вообще-то говоря, ситуация, ситуация очень важна. Потому что, эээ, есть ощущение, что именно после, именно благодаря ей, эээ, девушка стала так становиться. То есть, есть ощущение, что вы не договариваете свои картины, есть ощущение, что вы не договариваете, вот, что-то происходит, да, а, что происходит, ну, вот, не, ну, не очень понятно. Знаете? Вот. Вот. Что происходит, не очень ясно, просто. Как бы. Вот такое у меня есть, эээ, есть, эээ, ну, такое у меня есть ощущение, просто, скажем так. Я не говорю, что это обязательно, правда, я не говорю, что, я, ну, что, я, вот, все знают, нет, я просто хочу, как бы, ну, вот, донести до вас, донести до вас, эээ, что, ну, как это выглядит просто странно. Вот. Может быть, если, эээ, если бы вы, эээ, дали бы больше информации о себе, я о ситуациях сделал, то, может быть, ээээ, вам и, ну, поле, полной обратной связи была. А, так получается, что, ну, в какой-то степени мы должны, мы должны гадать, вот. Я бы не сказал, что элемент гадания, это то, что, ну, может быть чем-то полезным для псих, для психологической работы, вот. Поэтому, я хотел бы, чтобы вы, вот, эту недосказанность, эээ, если условно она есть, эта недосказанность, вот, чтобы вы ее постарались разрешить, да, вот. И тогда можно будет, ну, более, более эффективно вам, вам оказать помощь, вот. Сейчас просто это, ну, это больше про, про показать. Сейчас это больше про, эээ, то, чтобы отгадать, эээ, как, как у вас развивается, эээ, ну, отношение с, эээ, с человеком, вот. Эээ, следующий важный момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание, это момент, эээ, связанный с тем, что между вами общего, общего. Между вами, и, ну, и, девочкой, ну, и, девочкой, что общего, а, вот, конкретно. А, есть ли общего между вами, если да, то, как, как, этого общего много. Что сейчас, про, эээ, там, условно говоря, ну, происходит с этим общим. То есть, оно остаётся, это общее или нет. Вот. Это тоже очень важный момент. Вот. Не знаю, даёт ли вы, даёт ли вы себе отсчёт в этом или нет, но момент, это правда очень важный. Потому что, если общего между вами меньше стал, например, то есть, есть, эээ, гораздо, эээ, большая вероятность того, что девушка от вас остается. Вот. И не потому, что, там, что-то произошло, как вы говорите, и так далее. А, вот, просто потому, что общего стало меньше, и вы стали общаться с ней, там, например, только на тему отношения. А, может быть, все дело в том, что вы на расстоянии, и ей просто тяжело, тяжело. находиться, находиться на расстоянии. Вот. Они, ну, не могут, просто не могут, просто не могут находиться на расстоянии. Вот. Просто им кажется, что лучше, лучше быть вообще, там, в одиночестве, да, чем вот в таких, ну, в таких отношениях. Вот. Это специфично. Вот. То есть, тут я хочу сказать, что в каждом случае все решается индивидуально. Вот. Поэтому, никаких, ну, никаких оценочных, никаких оценок я давать не буду. Вот. Сейчас. Просто, вот, скажу, что, ну, что, такое бывает. Просто скажу, что такое бывает. Вот. И думаю, думаю, что, ну, что, в принципе, этого вполне достаточно. Вот. Вам самому нужно просто для себя как-то вот решить, в каком направлении вы будете двигаться, да, и что вы будете, ну, грубо говоря, что вы видите проблемы, например, да. То есть, как бы, ну, одно дело, если вы видите проблемы, там, то, что девушка вас бросает, например, и тогда имеется несколько говорить про то, что, может быть, является, ну, исключительно вашей проблематикой. А можно говорить, там, о том, например, что, там, вы, допустим, думаете о девушке и, ну, беспокоитесь именно о ней в этом контексте. Все, что нужно, это, чтобы вы, пожалуй, были честны с собой. То есть, чтобы вы не пытались, чтобы вы не пытались, ну, как-то обмануть себя и нас, вот. Не специально, вы не подумайте, я не говорю, что вы, там, будете специально обмануться, нет, я именно больше про, про неумышленный обман, про механизм защиты, которые, ну, которые довольно часто работают, вот. которые мешают воспринимать реальность такой, какая она и есть. На этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю всего вам самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо.